Всем привет! Во всех наших видео мы даем множество советов предпринимателям и руководителям. Но есть у нас кое-какие полезные рекомендации и для их подчиненных, обычных сотрудников. Сегодня мы расскажем, как правильно обращаться со своим начальником. И сделаем это на примере одной поучительной истории. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Итак, есть один сотрудник. Исполнительный, толковый, самостоятельный. В общем, вот такой мужик. И с руководителем своим он был в отличных отношениях. В приятельских, можно даже так сказать. Бывало, после работы и пиво вместе пили, и о жизни болтали. Но это после работы. А вот в разгар рабочего дня времени, конечно, на это не было. Ну я сейчас про поболтать, а не про пиво. Ну потому что начальник занят, работы куча. Да и сотрудник не прохолаждался. А поскольку, как мы уже сказали, он человек ответственный, то и руководителя своего он старался по пустякам не отвлекать. Все вопросы по возможности решал сам. А если уж и приходилось в кабинет руководства стучаться, то очень редко и исключительно по самым важным делам. Когда вопрос слишком сложный, и либо когда возникала какая-нибудь серьезная проблема. И вот однажды, как раз когда такая неприятная проблема появилась, сотрудник заглянул к своему начальнику. Стучится в дверь, открывает, заходит и говорит, можно Иван Иванович на минутку к вам зайти? Тот голову поднимает, а сотрудник наш ловит его взгляд и видит, что в глазах этого руководителя мелькнуло что-то такое неприятное. Раздражение, даже злоба какая-то. На секундочку буквально, но мелькнуло. Но вопрос порешали, разобрались, пожали руки друг к другу, и опять разошлись работать. А сотрудник наш задумывался, почему такая реакция? Откуда? Вроде упрекнуть его не в чем, работает он лучше всех, с обязанностями справляется, а тут такой негатив, ну, прям на пустом месте. И тут до него доходит, что каждый раз, когда ему приходится обращаться к своему руководителю, он приносит ему какую-нибудь проблему. Что? Опять? По другим-то поводам, он его не беспокоит, сам со всем справляется. Вот и сформировался у начальника на него условный рефлекс, как у собаки Павлова. Как только в течение рабочего дня в дверях появляется физиономия нашего сотрудника, то все. Финита ля комедия. И даже в коридоре столкнувшись, смотрит начальник на сотрудника с опаской. Вдруг какая неприятность? И хорошие отношения начинают потихонечку портиться. Ну кому охота дружить с человеком проблемой? Не пойдет. Не пойдет. Помните, мы говорили, что сотрудник был умный и толковый. Так что решил он ситуацию исправить. И взял себе за правило раз-другой в неделю, при случае, когда, например, в столовой или в коридоре с начальником сталкивались, говорить что-нибудь вроде «Здравствуйте, Иван Иванович, а у нас все хорошо, отлично даже, работаем и улыбаться». А начальник ему в ответ улыбается «Ну хорошо же, когда все хорошо, почему бы и не улыбнуться?» И отношения снова наладились. И даже проблемы, если они появлялись, ну куда же без них, стали решаться как-то проще. Да и вообще, работать как будто бы стало легче и нашему сотруднику, и его руководителю. Мораль этой истории простая. Всем нам нужна обратная связь. И когда эта обратная связь в силу тех или иных причин становится однообразно негативной, жди ухудшения отношений. Ведь руководители в компаниях тоже живые люди и ничто человеческое им не чуждо. И ошибаться они могут, и необъективными бывают. Помогите им, поделитесь не только проблемами и сложными задачами, но и позитивом, хорошими новостями. Этим вы поможете и себе, и им. Да, кстати, про обратную связь только теперь уже от руководителя, подчиненному, тоже можно много полезного рассказать. Но это будет в одном из следующих наших видео. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное Группо-Подпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Да, и пишите комментарии, мы их читаем и отвечаем. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.